Все, как обычно, вышел охранник, сказал, что здесь нельзя снимать. С какого вообще перепугать? Я говорю, Мишенька, вот смотри, вот как бы хорошие люди погибают, а ты, говорит, ну в проруби, тебе даже перо не берет, да? Там Ян Краштанский изображен, вот как, понимаете, как Константин Киничев в 1900, там, не знаю, в 89-м году. На пол не ссать. И здесь было написано, поймаю и убью. Здесь была, например, станция техобслуживания, где меня один раз машину так починили, что чуть не убили. Вам надо перевернуть, вот здесь вот кнопочку, да, вот так вот сделать. У меня шестой разряд по переворачиванию кнопочек в телефоне. И никогда здесь не ходил, потому что я понял, что здесь всегда было закрыто. Не выйдем, пошли обойдем. Конечно, это нужно было начинать под песню Speed It Out вокально-инструментального ансамбля Slipknot. Вот, если вы смотрели этот замечательный видеоклип, они примерно, примерно в таких же образах там выступают, но у нас сегодня совсем про другое. Мы находимся с вами на Петроградской стороне, и вас ждет, как всегда, замечательно. За моей спиной памятник изобретателю радио, господину Попову. Если вы залезете в Википедию, вы там увидите воины, воиню на разных языках, на странице по серфите. Кто же все-таки радио изобрел? На самом деле Попов. Просто он работал в морском ведомстве, и когда он делал первую демонстрацию, ее не осветили должным образом. И поэтому Маркони, он, в общем-то, заявил в патентное бюро в Англии свои идеи. И потом выяснилось, что частично эти идеи либо были позаимствованы, либо они просто очень сильно напоминали то, что придумал Попов. Памятник этот поставили в 50-х годах, а раньше здесь вообще было здание, которое вы сейчас увидите. Здесь располагалось училище для детей, сирот, артиллеристов. И вот его снесли. На этом месте сейчас у нас разбит сквер. И если мы пройдемся вот туда дальше, мы не будем туда выходить. Там находится декальев совета. Я сегодня специально без своих книг... Да, извините, да, декальев совета. Ну, начинается эта история. Там дом. Там дом, да, спасибо оператору. Оператор новый, не Леха, но Леха с вами будет. На этот раз оператор Даня. Значит, это дом для работников Ленсовета, построенный по проекту Евгения Адольфовича Левенсона. Он с таким полукружием. И, в общем-то, достаточно блатной был. Если верить историку Льву Яковлевичу Лурие, наш гид номер один в Питере, то даже Сергей Миронович Киров хотел там заиметь свою гарсонерку, чтобы приводить туда барышей. И хотел, чтобы Левенсон там устроил аквариумы, строенные в стену. Левенсон хотел там получить квартиру, но не смог. И потом говорил, слава богу, потому что, понимаете, да, что было в 1938 году с жителями этого замечательного строения. Но Левенсон построил еще одно здание на этом проспекте, которое раньше как раз носило имя Сергея Мироновича Кирова. Сейчас он называется Каменноостровский проспект. Вот мы к нему приближаемся. Это сейчас ДК Ленсовета. Изначально, да, изначально это у нас было ДК Дом культуры промкооперации. До него здесь был построен Спортинг Палас. Братья Башкировы это сделали. Они занимались мукомольным бизнесом, и это был их такой инвестиционный проект. То есть у них были деньги, и они решили попробовать себя в новой сфере. Вот что здесь стояло раньше до этого, я сейчас вам покажу. Вот это Спортинг Палас, как он выглядел изначально. Причем вот этот основной портал был построен по проекту архитектора Белогруда. Он тут много чего построил на Петроградской, Петербургской, раньше стороне. Вот внутренности, это не внутренности Спортинг Паласа, это Спортинг Палас на Марсовом поле, но смысл понятен. Что это было такое? Это было абсолютно новое явление. Вы там катались на роликовых коньках. Это была мода, тренд того времени. Единственное место, где вы могли приобнять девушку. Все тренеры были иностранцы. Покрытие было сделано из специального канадского клёна, и там были рестораны, и прочее, прочее, прочее. После революции, соответственно, когда здесь нужно было построить вот это самое ДК промкооперации, Левинсон сделал проект. И если мы посмотрим на это здание, вот сюда мы выйдем, оно, ну, немножечко несообразное, оно немножечко кастрированное. Дело в том, что Левинсон планировал здесь башню. Вот как бы один фрагмент, как это должно было выглядеть изначально. Вот он еще один фрагмент, как это должно было выглядеть. Башню мы не дали построить. Более того, вот этот фасад, он видоизменялся частенько. Вот, например, в том портале центральном там раньше была, например, вот такая вот вещь. Вот смотрите. Иосиф Иссарионович Сталин, друг всех детей и всего остального. И здесь есть очень характерная деталь. То есть мы посмотрим на фасад, он такой строгий, и один-единственный балкончик. Один-единственный на всем фасаде. Это такой тоже частично архитектурный прикол Левинсона, потому что, ну, по идее, их должно быть много. И это переходная часть, давай пойдем дальше, от конструктивизма к так называемому ленинградскому арт-деко, или его можно назвать, я не знаю, декорированный конструктивизм. То есть конструктивизм и функционализм предполагает гладкие стены, никаких лишних элементов, то есть все просто, дешево, сердито, но функционально. Здесь же у нас, вот особенно вот с той стороны, уже пойдут барельефы с разными орнаментами, и это как раз показывает закат этого стиля, который произошел примерно в конце 20-х, в начале 30-х годов. Ленинградская архитектурная школа очень сильно конкурировала с московской, наши архитекторы заезжали, например, учитель Левенсона, Фомин, я про него рассказывал на экскурсии по Васильевскому острову, он построил в Москве несколько топовых зданий, я иногда буду проверять звук, знаете, чтобы у нас не было косяков, все идет, все прекрасно. Мне пришлось одеть, прикиньте, рубашку, рубашку, потому что это единственное, что я нашел у себя дома, с карманом, куда мне сунуть этот, значит, приемник. Вот, значит, в этом доме культуры, промкооперации, был огромный зал на больше чем 2000 человек, оставшийся вот с предыдущей постройки, здесь, соответственно, были всевозможные поменьше залы для лекций, фойе, столово и так далее, а потом здесь функционировал уже тот самый Декалин Совета, где проходили концерты самые разные, ну, то есть, я думаю, что большинство людей, там, и моего поколения, и старше, и позже, ходили сюда, я, например, тут был на замечательном концерте группы Аукцион, потом у меня тут был отличный экспириенс, я пытался сделать интервью с Борисом Горбенщиковым, и когда я зашел к нему в гримерку, я писал статью про тоталитарные секты, я работал тогда в студенческой газете главным редактором, и мне нужен был его комментарий, меня с ним свели, но сказали, что, возможно, он на эти вопросы отвечать не захочет, и когда я зашел к нему в гримерку, он пил кофе, в руке у него был бетербродик с красной икрой, он отказался, но я его понял, на самом деле, я предполагал, что не захочешь на эту тему общаться, не суть важная, да, вот, и могу сказать, что ведущий, замечательный ведущий Дибров, когда возомнил себя музыкантом, у него была такая песня, мы туда, Рома Кока-Кола, что-то такое в этом стиле, да, он приехал, устроил концерт, и на этот концерт пришло два человека, Дибров, говорят, забухал очень сильно, но его можно понять, на самом деле, я бы, может, тоже на его месте так бы поступил, мы идем с вами по скверу к памятнику Тарасу Григорьевичу Шевченко, интересная судьба у этого человека была, сейчас это такая национальная икона Украины, вот как, знаете, террорист Александр Соловьев, который учился на деньги ведомства его императорского величества супруги царя, а потом пошел стрелять в этого самого царя, так и Шевченко, он же был крепостной, значит, как его звали, Энгельгарта, и его пытались выкупить, для этого, соответственно, Врилов написал портрет Жуковского и устроили благотворительный акцион, так вот, деньги на этот, деньги на этот портрет дали, соответственно, супруга, Николая Первого, старшая дочь Николая Первого, да, Мария Николаевна, и сам он тоже в этом поучаствовал, за это потом Шевченко отблагодарил их тем, что написал такой пасквиль поэтический, где достался Николай Первым, он когда читал это, смеялся, но когда он дошел до того момента, что тот наезжает на его жену, он сказал, ну, ее-то за что, и, в общем-то, Шевченко, или, как тогда говорили, Шевченко выстрелил в Оренбург, солдаты, за него опять начали заступаться, он попросил перевезти его, не на Украину, на самом деле, там в Оренбурге был плохой, плохой климат, он попросил перевезти в самое прекрасное место, в Петербург, да, вот, мне прислали мои друзья книгу Олега Бузины про него, я даже не стал читать, потому что я пробежался, мне стало понятно было, что это такая история, абсолютно контрастирующая с советской версией, но я читал доклады Филеров про Шевченко в третье отделение, его характеристику, она не очень благоприятная, его там описывают как алкоголика со спившимся лицом, но тем не менее стоит памятник, никому не мешает, никто ему в голову не придет его сносить, стоит и стоит и радует глаз на самом деле. Мы с вами подходим к дому, который был построен архитектором Евейным для работников Свирь-Стройа, значит, что такое Свирь-Строй? Это река Свирь, а на ней строилась гидроэлектростанция, вот для них, это тоже такой уже постконструктивизм Ордыкова, для них строился этот дом, он тоже немного изогнутый, что очень не характерно для конструктивизма, точно так же, как дом работников линсовета, построенный по проекту непосредственно Левенсона, вот видите, и здесь есть очень интересные детали, которые я вам сейчас покажу, вот мы сейчас перейдем на ту сторону, нас приветствуют, вот там наверху, посмотрите, на первый взгляд непонятно, что это такое, но на самом деле это как раз один из элементов этой самой гидроэлектростанции, то есть таким образом обозначалась функция той профессиональной деятельности для работников, в которой этот дом был построен, он, видите, с нанесением такой штукатурки, сейчас он такой, конечно, запыленный, не очень хороший, давит, а вот я вам покажу сейчас, как выглядел проект этого дома, вот как бы один проект Евейна, да, и это его рисунки, и второй проект, собственно, уже его карандашный, то есть сравните, как это прекрасно выглядит, когда в изначальном замысле, и во что это превращается, если это не реставрировать, и, значит, запускать вот в таком виде. Чем еще уникален этот дом? Тем, что в нем есть внутренний, свой собственный проезд, своя собственная внутренняя улица, через которую мы с вами сейчас и пройдем, и там уже начнется у нас история про тот самый мистический Петербург. Значит, у меня есть лекция, она называется «Мистический Петербург. Факты и мифы», потому что, вы же понимаете, для того, чтобы преуспеть у туристов, вам надо задвигать что-нибудь такое, о, место силы, медный садник, изломы энергетические, здесь у нас находится портал для выхода в другое измерение, сфинксы принесли нам сюда из Египта, смерть, и все, кто гуляет вокруг них, это испытывает, и бла-бла-бла. Это все, конечно, чушь собачья, но она очень хорошо заходит, и в принципе, в принципе, я понимаю тех людей, которые это все задвигают, потому что, ну, мы все маленькие дети, по сути, нам нужны какие-то сказки, и мы этими сказками прекрасно кормимся, и когда вы приезжаете в какой-то город, вам хочется каких-то этих сказок, да, каких-то городских легенд, баек, анекдотов. Другое дело, что не все говорят, что это байка или анекдот, некоторые преподносят это за чистую монету. Я же всегда говорю, что если я какую-то байку расскажу, что это байка. Вот это вот, видите, мощная такая арка, и внутренний проезд. Мы заходим туда. Но на Петроградской стороне, или на Петроградке, это питерское арго, или вообще там на Петре, у нас есть такой класс граждан, которых дико бесит. Слово Питер, Васька, Петроградка, меня нет. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Давайте сюда, в аду разойдем, вот здесь почище немножечко, да, хотя, конечно, балконы все осыпались, но я боюсь, что вот архитектор Евен, если бы увидел бы вот эти остекленные лоджии, его бы, конечно, Кондратья бы хватил, потому что этого не предполагалось, да. Фасад был абсолютно чистый, лапидарный, вот такая ритмика балконов, изогнутость, это все как бы, видите, как углубленный какой лестничный проезд, такими ступенями, да, отсылка уже ко всяким там, может быть, даже мавзолеевским историям. Ну, пойдем вот здесь, например, выйдем здесь, через этот тихий, приятный дворик. Квартиры здесь были разных планировок, и двухкомнатные, и четырехкомнатные, в общем, все здесь было нормально. Так вот, на Петроградской стороне есть такой закуток, такое место, которое, ну вот, это тоже может быть притянуто за уши, но оно, на мой взгляд, имеет отношение к мистическим процессам. И там завязано столько всего связанных, завязано связанных, да, завязано столько всего про нашу историю, что, что, я вот думаю, выйдем ли мы здесь? Я так иду упорно. Я просто здесь жил, на самом деле, на Левашовском, и никогда здесь не ходил, потому что я помню, что здесь всегда было закрыто. Но, вскрытие покажет. Если не выйдем, пойдем обратно. Но зато, вот этот вот дом построенный, здесь должен был быть еще один корпус по проекту Евейна. Из-за того, что он его не построил, здание, конечно, ну вот, потеряло свою цельность. Потому что это уже совершенно такой, даже не сталинский ампир, а сталинский постампир, я бы вот так назвал. Ну что, как вы ставите, какие ставки делаете, господа, выйдем мы или нет? Не выйдем. Пошли обойдем. Ничего страшного. Прогуляемся. Да, так вот, возвращаемся к этой теме. Зато посмотрите, какой зеленый двор. Петроградская сторона или Петроградка, она характерна тем, что здесь очень много зелени. Здесь есть очень много таких тихих, спокойных улочек, и если вы даже захотите заняться фитнесом, зожем, то вот, пожалуйста, можете взять скакалочку и поскакать. Это крайне полезно. Но я боюсь, что если я это сделал, я сейчас ирокист просто нафиг похерю. Похерю это хорошее слово, литературное, оно не матное, оно употреблялось с нашими классиками, поэтому мы оставим здесь. Но мне вот мой приятель говорил, что ты, вот зачем ты бегаешь? Лучше поскочи на 15 минут на скакалочке, такой же будет польза. Но бег, он как бы, понимаете, предрасполагает еще каким-то высвобождению мозгов от всяких мыслей, поэтому я очень люблю бегать по заливу и там нырять потом в леса и парки. Пару слов буквально про Петроградскую, Петербургскую сторону. Вот то, где мы сейчас с вами ходим, почему здесь, например, вот этот дом был построен или все остальные. Еще в начале 20 века здесь был просто тотальный аут, пустыри. Вот я вам показывал на экскурсии по Васильевскому острову книгу художника Григорьева, где он описывает вот эту местность. Так вот он там пишет, что вот туда был тотал зиру, то есть какие-то пустыри, огороды, деревянные дома. Это была нормальная обстановка данной территории. И я вот как раз и говорился, что я не взял с собой книг ни про Елену Дмитриевну Стасову, называется Абсолют, у меня она есть дома, ни про авангард Ленинграда, Петербурга, написанный Кириковым и Штиглицем. Просто чтобы не таскать. Но там вот есть, я просто рекомендую вам эти книги. Там есть масса всего интересного. Про авангард это чистая искусствовическая история, вы там не найдете каких-то сногсшибательных байков всего остального. Про Астасову это абсолютно просоветская книга, там тоже много чего не увидите. Но благодаря прекрасному, замечательному изданию под названием «Квартальный надзиратель» это приложение к журналу «Собака.ру», в котором я работал в 2003-2004 годах. Это приложение было затеяно другом бывшего главного редактора «Собаки.ру» Анатолия Белкина с Самилом Яковлевым. Ой, господи. С Самилом Яковлевичем тоже есть, но он еще не про Льва Яковлевича Лурия. И вот как раз в одном из этих номеров, опираясь на вспоминания меньшевика Суханова и его жены Галины Бинтриевны, по-моему, ее зовут, там приводятся сведения про одно из главных собраний предреволюционных, которые прошли на берегу реки Карповки. Вот если мы пойдем туда, а мы там окажемся, мы выйдем с вами на Левашовский проспект. Но нам бы на самом деле сейчас вот, сейчас вот, сейчас вот, сейчас вот, я подумаю, как нам лучше туда пройти. Да, я думаю, что нам надо будет вернуться туда. Мы сейчас вот так вот обойдем этот дом и пройти по той стороне. Здесь, с той стороны, велосипедная дорожка, одна из первых. Это огромный вообще на самом деле прогресс для Петербурга. Вот, вы, товарищи москвичи, крайне избалованы этой темой, вообще вот этим благоустройством общественных пространств, тротуаров, проезжей части, все такое прочее. Я в Москве езжу только с велосипедом, потому что в центре города это самый быстрый способ продвижения, вот со своим этим складным. У нас же с велосипедными дорожками швах, потому что никто у нас не сужает вот эти вот тротуары. И когда проложили вот эту велосипедную дорожку на Левшовском проспекте, я-то как велосипедист обрадовался, а как автомобилист я вознегодовал, потому что они не продумали там дальше место для парковки, а там огромное количество офисов. И потом они, слава богу, опомнились и это сделали. Но, тем не менее, стало крайне удобно, особенно я рекомендую, если вы приезжаете в Питер, прокатиться по фонтанке. Там у нас есть значит, оно, вот здесь вот одна из классических капельниц, куда приходит местная алкашня, ООО Грод, в продаже холодное разливное пиво, но не только на самом деле. Вот здесь вот под вечер можно встретить ту аудиторию, про которую я буду рассказывать на территории своей бывшей коммунальной квартиры. Вот мы такого сделали небольшого круголя, чтобы выйти на ординарную улицу и пойти к набережной реки Карповки. Названа она была так, вы не поверите, потому что там водились о-ля-ля, карпы. И опять-таки, как пишет художник Григорьев в своих воспоминаниях, привет, привет, видите, как людям нравится, когда они видят что-то, зато я могу в таком виде спокойно переходить на нерегулируемом пешеходном переходе. Я абсолютно заметен на языках англосаксов, это называется Make Yourself Conspicuous. Вот я, собственно, этим и занимаюсь сегодня. И не только сегодня, потому что, вообще-то, это был прикид, придуманный для клипа, и мы его будем снимать, но я уж решил, так сказать, как в том тосте, ну и за баб, чтобы два раза не вставать, да, заодно его и здесь использовать. Это один из моих последних проходов с Иракезом. На следующей неделе я уже буду лысенький-лысенький, потому что мне таки предстоит поездка в Крым. В сентябре традиционный поход в горы, а там, конечно, все-таки лучше идти без волосяного покрытия, ибо температура превышает ту, что, например, сейчас в Петербурге. Так вот, в Карповке водились карпы, берега ее были ничем не облицованы, как они выглядели, я покажу на примере фотографии. А вот на территории вот этого нового дома, который мы скоро будем проходить по правой стороне, было несколько доходных домов звезды того времени, певицы Вяльцевой. Сейчас многие из вас вряд ли даже вам эта фамилия что-то скажет, но вот она была, кстати, очень красивая дама, вот я сейчас покажу ее портрет. Она вышла замуж за одного из кавалергардов. И надо сказать, что это вообще-то не приветствовалось. То есть, в тех вот полках гвардейских, если вы хотите на ком-то жениться, вы должны согласовать это с советом этих полков, а самое главное, с советом жен. И если они не одобряют ваш выбор, то вы не могли этого сделать. И, конечно же, жениться на певичках как можно. Это сейчас у нас там топ-звезды Инстаграма выискивают себе мужей и быстренько их имеют, когда надо. А тогда нет. И вот, если верить Григорьеву, вот как раз здесь, на этом самом месте, особенно лицом туда, на Карповку, на углу Ординарной и Карповки, в одном из домов располагался ресторан Монте-Карло. И, как он пишет, это был один из самых перевелегированных борделей города Петербурга. Сюда съезжалась вся великосветская тусовка. В ресторанах очень часто были так называемые отдельные кабинеты. А в этих отдельных кабинетах там такая ширмочка, а за ширмочкой диванчик. Ну, я думаю, для того, чтобы вы покушали, попили, вы устали, пошли поспали. Ну, и дама ваша тоже может прилечь, тоже поспать. Ну, в конце концов. Никто не запрещает. Потом эти дома снесли. Певица хотела их завещать вообще-то в пользу города. А в том случае, если бы город их не принял, то, соответственно, продать и деньги положить в банк, и чтобы на проценты капали деньги, идущие на стипендию имени ее, ее имени. Но революция, и все пошло прахом. Дома сначала заселили, потом снесли, и вот теперь здесь вот такой вот абсолютно советский стиль, но с нехарактерными колоннами внизу. И вот мы переходим с вами на первую интересующую нас точку. Переходим здесь в улицу. Вот там сейчас нет ничего. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете сфотографироваться? Ну, сфотографируйтесь. Извиняюсь, что-то не скажу. Ничего страшного. Все для вас, для прекрасных глаз. Мы не Киркоровы. Вам надо перевернуть вот здесь вот кнопочку, да, вот так вот сделать. У меня шестой разряд по переворачиванию кнопочек в телефоне. Спасибо. Оп. Оп. А тут вы через давно смотрели уже. Ну, а вот. Видите, а тут я живой. Ваша мама и там, и там показывают. Переходим. Перекресток, который так не любил мой приятель Леша Сенников, потому что нерегулируемый. Тут все эти памятники справа. Он его предпочитал объезжать. Когда мы возвращались с ними с дачи. Вот. Смотрим туда. Абсолютное пустое пространство. Я вам сначала покажу пару фотографий, что раньше здесь стояло еще до революции. Вот как бы одна это дом, а вторая показывает бани, которые здесь располагались. Значит, бани эти были снесены в 1985 году, потому что по решению Государственного комитета по туризму Советского Союза. Здесь должна была быть построена гостиница под названием Петроградская. Гостиница была такая, что прям вообще-вообще закачаешься. Это сейчас, вы знаете, избалованный. Вот я, например, даже когда ездил в Москву, иногда Сокольников там не хочу просто промоутировать ее. Ну, есть отель с бассейном. Я там снимал, у меня была возможность, так сказать, это все оформлять, как командировочные расходы. Я снимал там отель, потому что был бассейн. Для меня это крайне важно. С утра пойти поплавать. То есть там были бассейны, конференц-залы, рестораны, все такое прочее. Ну, для 1987 года, для Советского Союза, это было очень круто. Начала даже строить Югославская компания, и там как-то сразу начались какие-то странные истории. Несколько человек погибло на стройке, но на это, естественно, закрывали глаза. Но бывают, не сейчас, не случайно, на стройке бывают. Потом у нас что? Потом у нас развал Советского Союза и развал Югославии. Сменился владелец, пришли турки, как, соответственно, подрядчики. И началась вторая волна. К 95-му году гостиница была строена примерно на 90%, и владел банк Санкт-Петербург, и здесь была торжественная презентация. Должны были приехать Анатолий Собчак с его супругой Нарусовой. Ну и какая же презентация без митрополита, да, Иоанна Снычева. Ну, Снычев, он был в меру. Митрополит Иоанн. Он сюда приехал, ждал, ждал, ждал эту чту Собчака, они опаздывали, опаздывали, в итоге они приехали, Нарусова подходит к нему, батюшка, богословите. Он ее богословил, и батюшка начинает сползать и умер. Прямо в этой замечательной гостинице, которая была переименована еще до этого в Северную Корону. Там дело в том, что один из архитекторов отказался от проекта, потому что его достало вмешательство чиновников, и по рекомендации следующего архитектора, женщины, она была переименована в Северную Корону. И с тех пор она так и стояла, эта Северная Корона, вот так она выглядела. Более того, в интернете есть снимки, если вы погуглите, ну, например, такие, это внутренности этой гостиницы, то есть парни, всякие там диггеры и прочие, они туда забирались, снимали, ну, обстановка абсолютно аутентичная, сталкера прямо без всяких декораций можно было там снимать. И вот она так и стояла, то есть с 88-го года до 2019-го. Пока, наконец, в 20-м ее не начали сносить, снесли, сейчас там собираются, я спрашивал в свое время, нам надо там нормально по пешеходным переходам перейти улицу. Логичный вопрос, почему, раз гостиница построена до, ну, на 90%, зачем я был сносить? Дело в том, что она очень долго простояла, не функционировавшая, там уже много чего полетело, ну, и плюс, это все-таки был проект, конечно, 1988-го года, сейчас все немножко поменялось, и проще и дешевле было ее снести, чтобы что-то строить новое. Что здесь построят, мы посмотрим. И прикол, ну, прикол, конечно, знаете, в кавычках прикол, такой циничный прикол, в частности в том, что еще один человек погиб уже во время демонтажа этой гостиницы. То есть, люди гибли, митрополит умер, место было гибло, потому что несколько десятков лет оно стояло реально необитаемое, точнее, как, обитаемое врачи собаками, то есть, там рассказывали, что вы, Таня, что можете залезть нелегально, но будьте готовы, что вас там могут цапнуть за ляжку. И вот там в конце буквально ее маленький-маленький остаточек, виден вот эти вот характерные мансардные наслоения сверху, это вот как раз все, 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 что от нее осталось. Значит, набережная реки Карповки, мы сейчас туда перейдем. как я уже сказал, она была ничем не облицованная. Здесь купались детки, здесь ловили рыбу, здесь зацветали одуванчики, был такой абсолютно зеленый склон, потому что это было полное замкадье, захолустье, начинавшее застраиваться только-только в начале 20 века. и если мы переведем наш взор вот туда, то я вам покажу открытку, как это выглядело раньше, то есть вы видите, да, берега, поросшие травой, лодочки и все такое прочее. Там у нас по правой стороне находится Иоанновский женский монастырь, построенный по инициативе Иоанна Кронштадтского. Это тоже крайне интересный персонаж. Он начал проповедовать в Петропавловском соборе, его потом снесли. Это был единственный собор приходской, потому что все остальное, там морское ведомство, естественно, да, самое впечатляющее, это, конечно, морской собор по проекту архитектора Косякова. И дело в том, что он как-то сразу вот начал так вот немножечко шокировать людей, тем, что он ходил, например, босиком, всю свою зарплату раздавал нищим, потом он женился, на прекрасной девушке, которая меч... Ну, он был не монах, он был священник, позволительно. Не то, что позволительно, это даже как бы приветствовалось, да, потому что он должен произвести потомство, которое, по идее, должно пойти по его стопам. Но он решил остаться детственником. Они, в общем, ну, то есть, вот в топ-3 самых таких странных пар он занимает третью строчку, на второй строчке, по моему мнению, это великий клясть Сергей Александрович и Лизета Федоровна, которые женились и тоже сексом не занимались, детей у них не было. Ну, там, правда, поговарили, что Сергей Александрович не той ориентации. Ну, а первое место, это, конечно же, Александр Блок и его прекрасная дама Елена Дмитриевна Менделеева, бедная девушка, да, вышла за фактически рок-звезду серебряного века и стихи хорошо, но хочется еще каких-то, понимаете, телодвижений абсолютно нормальных в семейной жизни. И в итоге, вот, Ян Краштадский не удовлетворял свою жену, деньги все раздавал, она даже писала заявление, чтобы ей зарплату выдавали, а не ему, потому что им жить не на что. Сейчас мы на секундочку буквально прервемся, потому что вот здесь очень интересный элемент, вот эти два льва. Они, конечно, не копейка в копейку напоминают нам знаменитых львов на воротах в Микены, но, тем не менее, архитектор прикололся здесь, их поместил, и есть еще одни львы с той стороны, а мы, кстати, там, знаете что, мы можем даже зайти в парадную, пойдем, парадный подъезд, и мы сейчас это сделаем. Микенские ворота это один из древнейших памятников вообще-то человеческой цивилизации, некоторые тоже насыщают его неким мистическим содержанием, вот тут видите, еще эти львы присутствуют, вот они, там-то он такой более треугольный как бы портал, вход, обратите внимание, что лифт был встроен, его изначально не было, не знаю, надо ли нам ехать наверх, ну вот видите, какой он большой, мы туда даже не будем влезать, он такой большой, именно потому, что его здесь не предполагалось, ну зато смотрите, сохранился фриз, здравствуйте, как вам здесь живется? Плохо? Валится дом? Конечно. Да? Дело в том, что там наверху все рушится, валится, а капремонт ты не проводился здесь? Нет. Помог? Нет, в 60-х или 80-х годах должен был проводиться, по идее. В 70-х был? Да, но с той поры все... В то время мы здесь не жили, ну понятно, ну ладно. А когда рушится? Дом рушится, да? Вот еще здесь эти львики присутствуют. То есть, это еще такой один мазок с намеком на некую мистику. Колонны вот эти две. Вообще, колонны изначально, я не помню, говорил я в своих видео или нет, ведь почему эти две колонны? Это же две колонны перед храмом царя Соломона, да? Ахвин и Баас, по-моему, называются они на еврейце, я не специалист в данной области. То есть, для вас, например, ну колонны и колонны, а архитекторы, которые это делали, они на самом деле иногда зашифровывали в это некий тайный смысл. И вот вам раз, два, вторая точка. Сейчас мы идем к третьей точке непосредственно. Я был в Иоанновском монастыре не раз, водил туда туристов, но вы понимаете, что сейчас мы туда не пойдем. Я, конечно, человек не сильно верующий, хотя крещен православие, но все-таки мне хватает мозгов, чтобы в таком виде в женский монастырь не ходить. Но, я не помню, я попробую раскопать, если не накопаю, мне придется специально туда сходить еще раз сфотографировать, там висит картина. Ребята, эта картина меня поразила в самое сердце. Дело в том, что там Иоанн Краштанский изображен как Константин Кинчев в 1989 году. Экзальтированные совершенно дамы такие, которые смотрят на него как на идолы. И я думал, что эта картина написана в наше время, но нет, она от 1906 или 1908 года. Это абсолютный рок-концерт. А Иоанн Кронштадтский, как я вам говорил, он был такой бессеребренник абсолютно, и его некоторые обвиняли в популизме. Мне казалось, что он это делает спецом, чтобы прославиться. Его даже вызывал на беседу председатель Святейшего Синода Константин Петрович Победоносов и пытался ему как-то вменить вообще в разум мысль зародить, чтобы, товарищ, надо бы супружеский долг исполнять. Деньги свои полностью не тратить. А доходило до того, что он, например, раздает по 3 копейки нищим, а в следующий раз по 2 копейки. Он говорит, ребята, не надо брать по 2 копейки, это что такое, он завтра нам копейку донесет, а то, как бы, что, сегодня по 2 копейки, а так дальше по копейке будет раздавать. А Кронштадт, ведь он, конечно, был морским офицерским местом со своей дисциплиной, но там же был еще и порт. А где порт, ну уж понимаете, там и проститутки, и вот эти грузчики, и люмпины, и так далее. Вот среди них он и проповедовал. И он хотел сделать так, чтобы вот это и была во вторая семья. То есть он своей жене сказал, ну, счастливых пар и так много, а мы давай вот с тобой вот. И вот несчастной женщине пришлось с этим смириться. У них была приемная дочь от его родственницы, они воспитывали, а своих детей у них так и не оказалось. И вот он, соответственно, выступил с инициативой постройки этого монастыря. Строил его замечательный архитектор Никонов. Если вы помните мою экскурсию по местам Достоевского, я там показывал такой дом-пряник этого архитектора. Вот это он же его построил. Буквально недолго он просуществовал. Вот я вам сейчас покажу картинку с монахинями, которые сидят непосредственно в этом монастыре. Ну, а потом это была попытка сделать некий обновленческий центр. Ой, ну-ка переведи. Там вообще-то я покажу, ну, я ставлю сюда фотографию. Там вообще-то была башня. Я ее специально всегда показывал, потому что там прямо бревна торчали. Ну, то есть, реально торчали бревна. Но вот видите, ее вот, чтобы она окончательно не разрушилась, ее сейчас реконструируют. Да, я могу, конечно, понять жильцов, которые там живут. Ну, вот, значит, монахини, естественно, выслали, кого-то репрессировали. И дело в том, что здесь был этот Иоанн Крамштадтский похоронен. И это было местом паломничества. Большевики, значит, замуровали его склеп, так начали приносить свечки, ставить у стены. Они с этим начали бороться. Но сейчас вот все это отморозилось. Там по-прежнему можно зайти. Туда многие ходят. Вот я тут водил экскурсантов. Они оказались так очень, очень православными. И вот, когда я их сюда привел, ну, я-то им хотел рассказать про это мистическое место, но я говорю, ну, хотите, раз уж вы такие, вот зайдем к Иоанну Крамштадтскому. И они там прямо, это у них был главный, главный поинт. Вот здесь был последний дом. Посмотрите, какие замечательные занавесочки, самые разные. Дело в том, что летом 1947 года проходил в Петрограде подпольный съезд большевиков. И как раз вышеуказанной прекрасной женщине выпало задание найти квартиру для составления революции, ой, революции, резолюции об этом. И сейчас у меня тут просто я найду список тех, кто участвовал, я могу ошибиться. Вот пока можно снять вот эту вот памятную доску. Вот вы прочитайте, что на нем написано, на ней написано, но написано на ней далеко не все. Галина Флаксерман на первом этаже располагалась как раз квартира. Здесь вот была принята эта резолюция. И Ленин же он был, как у нас, немецкий шпион и сидел в разливе типа на пеньке, типа в одиночестве. На самом деле он там сидел с Зиновием и в какой-то момент он начал бомбардировать просто своими письмами, что надо брать власть. Надо брать власть. Письма эти решили не доводить до сведения всей партии. Но его поддержал Лев Давидович Троцкий. И в итоге вот уже к октябрю стало понятно, что власть действительно надо брать. И мнения там разделились. И было принято решение о том, чтобы собрать очередное тайное собрание представителей ЦК. Опять-таки Флаксерман сказали, что нужно найти квартиру. Но она свою предложила. Она была замужем за меньшевиком Сухановым. Мужа своего она попросила в этот день не приходить домой. Намекнула ему тонко, что можешь не торопиться. Он и не пришел. Соответственно, проходила это все без него. Но купила всяких вкусняшек. Купила сыра, масло, хлеба, ветчины, буженины, копчушек, красные икры, красные рыбы, печенья и даже кекс. Принесла из редакции газеты, где она работала бумагу и карандаши. Занавесила окна в столовую, которая уходила во двор плотно, чтобы дворник увидел, что у них светится огонь. И начали приходить соответственно члены собрания. первым Ленин пришел с Троцким, нет, Троцкий пришел с Клан-Тай, Ленин пришел со Свердловым. И помимо Ленина и Свердлова здесь были еще, чтобы не ошибиться, просто зачитаю список здесь собравшихся. Ну, естественно, здесь был Иосиф Сырёнович Сталин, здесь был Орджоникидзе, здесь был Урицкий, Бубнов, вышеупомянут Клан-Тай, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Бухарин. И сначала Свердлов рассказал об обстановке на фронтах, что вот там же идет агитация, что готовы люди брать власть. И в принципе все были готовы, чтобы власть взять, кроме двух людей, Зиновьева и Каменева. Вот насчет Зиновьева Ленин очень сильно негодовал, потому что Зиновьев был его правой рукой, его секретарем, вот вместе они скрывались в разливе. В итоге весь вечер свелся к полемике Ленина, к его атакам на Зиновьев и Каменева, но они так и не согласились с его, соответственно, мыслью об этом. И когда они под утро выходили, значит, там причем кто-то остался ночевать, да, там еще во время заседания, вдруг позвонил, раздался звонок в дверь, это все в панике, что это такое, Свердлов бросился к Лаксерванску, что, говорит, я не знаю, а это пришел ее брат Юрий, который сказал, что вот он из Павловска пришел пешком, пешком из Павловска, что значит, то военное соединение, в котором он служит, готовы перейти на сторону революции. И вот, когда они выходили, Ленин просто в злости не заметил, как ветром сдуло и у него парик с кепкой, он был в парике, и он его прямо мокрым так и надел обратно. Соответственно, обратите внимание, да, что это 23 октября, это самое преддверие. Здесь было принято решение о том, чтобы совершить революцию, государственный переворот, у нас сейчас там мнение разделилось, как это все называть, по мне, так, все те же яйца, вид сбоку, как ни назовите, суть это, суть это не меняет. И таким образом, это одно из ключевых мест в истории нашего государства, друзья мои, да, то есть здесь у нас было принято решение по мнению Русской Православной Церкви бясом захватить власть, там у нас один из самых главных проповедников, да, Иван Кронштадтский, тут у нас Микенские Львы, там у нас умер митрополит в гостинице, которая стояла очень долго, в общем, это какой-то сгусток очень странный, энергетический, с одной стороны это, конечно, надуманно, но с другой стороны вот здесь это хоть немного похоже на правду того, что, ну вот действительно, да, некая мистика, она присутствует, некая мистика, она существует. Мы выходим с вами на улицу Вишневского, она такая Г-образная, нас там ждет проход по, значит, дворам проходным. Крайне интересная история случилась дальше, я уже рассказывал, по-моему, в одном из выпусков. Зиновьев с Каменем пошли и настучали меньшевикам. про то, что большевики готовят переворот. И они напечатали об этом статью в своей газете, тем самым просто выдав их планы. И это Ленина взбесило еще больше, но характерно, что ни Зиновьева, ни Каменева даже из стыка не выгнали, то есть они потом продолжали действовать. И, естественно, состав людей, которые там присутствовали, у них были разные судьбы. Ну, Суханова, понятное дело, расстреляли. То есть это как бы даже к бабке не ходи, он, несмотря на то, что он делал хорошую карьеру в советское время, оставил, кстати, интересные мемуары, но понятно. С Бухариным вы тоже знаете, что случилось. А с Зиновьевым с Канем вы тоже знаете, что случилось. То есть Иосиф Савельонович, который присутствовал на этом собрании, уже, может быть, и тогда сидел там немножечко себе что-то на уме придумывал. И самое главное, я тут делал пост, на самом деле, про Троцкого тоже не было ни слова. Я вообще не фанат ни Троцкого, ни Ленина, ни никого из этих ребят. Но я вот с чем не сталкиваюсь, ну, например, карикатуры 18-го года, в Нью-Йорк Хэролд. Ленин с Троцким все время. Был я в Будапеште на выставке, где показаны плакаты тех времен. Ленин слева, Троцкий справа. Посередине, естественно, белокон. Ну, потому что это Венгрия, Будапешт. И в итоге вот этот создатель Красной Армии и так далее, и так далее, был просто вычеркнут как бы из истории нашего государства, как будто его не существовало. То есть упоминалось, ну, вот, крайне-крайне отрывочно где-то там. Мы с вами заходим в один из проходных дворов. У нас сегодня, кстати, их будет не очень много, на самом деле. То есть мы потом сделаем отдельные экскурсии с акцентом именно на проходные дворы, потому что мне хотелось вам показать прежде всего те адреса, ну, и самый и цимес это камамалочка. Тем не менее, тут есть и вот такое. О! О! Чистая арка, потому что новый дом относительно тех, что предстают перед нами здесь. И тем не менее, видите, какой опять у нас взгляд вверх. Все-таки вот эти пейзажи это чисто питерские. Давай вот сюда пойдем, чтобы показать эту щель междомовую. Вот она традиционная история. Ну, должны быть какие-то определенные законы инсоляции, поэтому окна все-таки нужны. И если у нас вот здесь бронмаурь, а домовладельцам нужно все-таки делать окна, вот они вот таким образом выходили из положения. И вот там вот это верхнее окно, видите, оно еще туда уходит. То есть там дальше еще совсем двор-колодец. То есть если тут еще окна, там какой-то свет попадает, то там уже совсем пропало. Я водил тут экскурсию и, конечно, вот тут все сразу подоставали свои телефоны и начали вот это вот. Вот можно, знаешь, попробовать такую перспективу прямо наверх сделать. Ляпота, красота. Ну, кому как. На некоторых это оказывает депрессивное воздействие. Тут на последней экскурсии один человек задал потрясающий вопрос. Говорит, а вот я просто водил экскурсию по дворам в ротах, это красноармейские улицы, там просто был двор, ну, я уж чего только не видел в своей жизни, да, какого трэша, ну, то, что видел там, даже меня потрясло. Вот здесь вот, смотрите, какие. Вот там такая стена, очень геометрично падают тени, но вот для концептуалистов, да, которые любят делать всякие такие фоточки, это прям хлеб. то есть я такой эстет, вот посмотрите, как у меня красиво все получается. Да, и вот человек задал вопрос, вот люди, которые здесь живут, они, это как-то отражается на их состоянии, они очень веселые. Я говорю, ну, зависит вот ряда, зависит от ряда обстоятельств. И вот здесь у нас крайне интересный дом по проекту архитектора Александра Леовича Длишневского. Мы о нем сегодня еще будем говорить. У нас сегодня получается такой достаточно длинный проход. Я вам сначала покажу этот дом и потом объясню, в чем смысл. Дело в том, что он построен в таком неорусском стиле, причем этот неорусский стиль он же был популярен во второй половине даже в последние третье, 19 века. А в начале 20-го от него уже начали как-то отходить. Длишневский все равно его построил, тут особенно порталы интересные. Мы сейчас к одному из них подойдем. Давай перейдем улицу. Я абсолютно в приметном оранжевом камене-зоне. Меня все видят. Вот смотрите, какие интересные порталы. Вот такие кубышки. Явная стилизация под некий терем. Тут чертополох растет там с луками люди занимаются. А почему так? Переходи сюда. А потому что вот это вот здание это перестроенная церковь святого человека Алексия. И Лешневский когда строил этот дом, он как раз его строил в пандан этому зданию, потому что оно тоже было характерным шедевром. Давай зайдем внутрь. Не русского стиля. Вот смотрите здесь у нас что есть. Здесь у нас есть печь. Закрашенная правда, плитка измордованная. Вот эта печь должен был топить дворник, чтобы согревать непосредственно парадный вход. тут у нас тоже, я так понимаю, кубышка, а не лифт. Сейчас мы проверим. Причем видите, остатки сладкие. Вот есть еще, тут были витражи. Но это уже все новодельное. Вот они немножко сохранились, буквально чуть-чуть. Давай так еще на этажик поднимемся. Это уже мне ради интереса, я так не был ни разу. Чудесно. Смотрите, какой замок мощнейший. Да, и Лешневский здесь жил. Он здесь жил сам на втором этаже. Ну да, вот, видите, сейчас я его еще раз покажу. То есть это все вот такие лифты, которые монтировались и сюда, например, втроем уже open the door. втроем уже так напряжно войти. Можно, но напряжно. То есть если это все, конечно, восстановить в своем представлении, то было очень эстетично, очень красиво. И я так думаю, что, видите, вот тут ниши какие-то, может быть, они тоже предполагались для чего-то, не знаю, для цветов, может, даже для статуй для каких-нибудь. Вот, смотрите, например, какая интересная штука. То есть это, несмотря на то, что полуподвальное окно, но вот видите, он даже это окно вот так вот оформил таким наличником. А вот здесь структура, собственно, показана. То есть это на самом деле кирпич облицованной штукатуркой. Так, мы идем туда. Вот отсюда тоже можно снять очень интересный фасад. То есть он такой абсолютно разнообъемный, не совсем симметричный, и в этом, собственно, его главная прелесть. И он акцентирует вот эту стрелку Левашовского проспекта и нынешнего Чикаловского проспекта. Вот здесь был когда-то конгломерат всяких шарашек. Здесь была, например, станция техобслуживания, где меня один раз машину так починили, что чуть не убили еще предпредыдущую. Сейчас вот облагородили, сделали супермаркет. Вот там есть система проходных дворов, по которым мы погуляем чуть позже. потому что я думаю, что на самом деле мы мы на самом деле там потом сделаем отдельный проход. Я думаю, мы сейчас коммуналки закончим, потому что это будет too much. Как раз это у нас будет линк Лешневского и мистики Петроградки. Мы сделаем вторую часть. Я вам покажу дом на Лавтинской 24, дом, построенный архитектором Лешневским и Светлицким на углу нынешнего проспекта Ленина, тогда широкой и малого проспекта. Дом с котиками, со всякими тварями. А сейчас мы направляемся в то место, где я прожил несколько лет. У меня была ситуация такая, когда я продал свою квартиру, добавил денег и купил квартиру Сестрорецке. Естественно, задержали сдачу и мне пришлось там как-то сначала снимали мы квартиру на Дебенко, вернулся в эти пенаты, в которые не хотел возвращаться, потому что я там жил еще в годы молодости. Потом стало понятно, что если так дальше будет продолжаться, то как бы экономическая прелесть операции потеряется. И в общем я там перебивался на даче жил, то еще где-то пока наконец у меня было там такой НЗ на черный день 6000 евро и в общем вот еще тещи какие-то деньги пришли и вот мы сложились не совсем пропорционально, но это не важно и купили комнату. И надо сказать, что это был очень полезный экспириенс тоже мой опыт. Я до этого тоже жил в трехкоммуналках. Здесь мы чуть-чуть перебиваемся, здесь потрясающая вот эта фреска. Это на самом деле архитектор Мунц, он вместе с Ливенсоном строил декалин совета. Все как обычно вышел охранник сказал, что здесь нельзя снимать. С какого вообще перепугу? Почему это нельзя снимать? Кто это сказал? Ну в общем мы его попросили вернуться обратно и жить спокойно. Видите, это на самом деле абсолютная классика жанра. Только контекст немножко поменялся, а так это бог, богиня, зеф, зец, афродита и так далее. Здесь океан прибор. Большой привет за нельзя снимать. Я здесь жил очень долго и фотографировал этот брельеф неоднократно и даже пару раз постил себя. Оказывается, я нарушал чей-то закон. Божечки, ты кошечки. Ну и соответственно здесь у нас тот самый Левашовский проспект. комнаты я купил по ряду причин. Во-первых, там были высокие потолки, очень высокие, что крайне важно. Потому что я сделал на втором этаже лежак такой. Во-вторых, окна были во двор и было два окна и комната была квадратной. Это было идеальное сочетание. В-третьих, она была рядом с кухней, соответственно, там можно было сделать душ. Чем я и занялся. И соответственно, купив ее, я ощутил все блага цивилизации. Поэтому когда мне начинают рассказывать всякие эмо коммунисты, про светлое будущее, про то, что нам надо построить вот это будущее. Я вспоминаю вот этих работяг с Балтийского завода, которые здесь доживают свой век. Частично. Некоторые отсюда съехали. И мне все время хочется их привезти сюда, вот в этот очаг коммунизма, в бывшую общагу, превращенную в коммуналку. Потому что у меня здесь было огромное количество историй. Я даже снимал, я размещу просто вот здесь ссылки на ряд видосов. Один из них показывает, как в туалете просто на этаже спит человек со спущенными штанами. Второй показывает, как я забыл там книжку Репин в Петербурге. Вернулся, слава богу, она там лежит, но со страницами, употребленными по назначению. Потому что Советский Союз можно вывести девушку из деревни, но невозможно вывести деревню из девушки. Советский Союз можно вывести, но невозможно его обратно вернуть в небытие. Если ты привык к этому, употреблять некую бумагу по назначению, то это никак из тебя не вытравишь. Дальше вся эта алкашня, которая там тусила. была такая ситуация, что ты нам, кстати, нужен, у тебя ключ, между прочим. Была такая ситуация, когда дверь в эту коммуналку можно было открывать просто монетой. Меня это раздражало, потому что мне там украли провода музыкальные. Я говорю, надо заменить замок. Давайте как бы скинемся, заменим замок. Никому это не надо. Как поменялся замок? Достань ключ, пожалуйста. Как поменялся замок? Я его купил на себе собственные деньги, взял моего соседа прекрасного, Мишеньку, сказал, Мишенька, поменяем замок. Поменялись Мишенька замок, я раздал ключи соседям. Я не брал с них даже деньги за это, потому что это было бесполезно. Когда ты поднимаешься здесь раньше, вот там в углу все время кто-то ссал. Вот реально постоянно кто-то ссал. Один раз даже насрал. Это говно там лежало несколько дней, пока не убрал его павлик. Я это сделал не потому, что у меня крылья за спиной растут, я это сделал потому, что просто мне было неприятно ходить. Так, эпик фейл. нет, 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 фейл. Надо было вторых в машине. есть, а вуаля. Привет молдаванину. вот, вот, пожалуйста, не хотите прикупить место в райском саду. вот сюда я подпитался, соответственно, вот идет труба. Обратите внимание на эти трубы. это все стекают с высших этажей. Здесь мне пришлось использовать метод сообщающихся сосудов, потому что у меня была поднята, там, ну, поддон был поднят для моего, господи, душевой кабины. Вот идет труба. Когда я приводил сюда группу, некоторые люди спрашивали, а что, на этой кухне как-то можно готовить? Да, прикиньте, вот тут у меня была чудесная история с моим соседом Вовой Шуманским, который обвинил меня в том, что я убил его кота. Убил его кота, понимаете? У меня есть об этом отдельный выпуск. И когда я в ППХ, точнее, в злорадстве меня задолбало, я сказал, да, конечно, я его убил и съел, он успокоился, потому что, говорит, ну, ладно, хорошо, что хотя бы он мертвый, а то я пережил, что он где-то бегает. Тогда я взорвался, говорю, Вова, у нас дверь как бы ходит худуном, а ты, ты пробовал его поискать, но через два дня котик нашел все, объяснил, что я его не убил, не съел, ну, блядь, ну, как бы, простите за мой французский, ну, то есть, вот, ничего, ты понимаешь, человеку вот время в тебе мяшил, что я был кота, он, тут у меня слил велосипед, велосипед нет, дверь открыта, наверное, это я постарался. Я готовил вот здесь вот гречу в духовке, потому что, видите, это сломано, это херово готовит. И в какой-то момент прихожу и вижу, вот что, как бы, вот так вот. Я думаю, а почему так? Оказывается, соседушка увидела, что я готовлю на ее плите, понимаете, и она спрятала ее вот сюда. Ну, я что сделал? Я заглянул в ящик, достал, присобачил и включил обратно, ибо не хрен. Ой, здесь стоял, кстати, шкафчик, который я себе сделал, его разобрали. Здесь у меня стояло бревно, Винчунивское. На меня наехали из-за того, что я занял общественное пространство. То есть, вот это вот все говно здесь размещать, это нормально, да, бревно поставить, чтобы на нем заниматься, это типа плохо. Пойдем дальше. Вот здесь вот кладовки на самом деле располагаются. в одной из них вот даже там жил человек. Вот тут Мишенька, но Мишенька, судя по всему, в деревне, до сих пор обитая в Псковской области. Пойдем, пройдем дальше. Вот тут общественное пространство под названием мыльное и прочее. Раньше тут всегда стояли вообще-то стулья, сидел народ и... Ой, смотрите-ка, наконец-то у нас книжки начали читать. Емельян Пугачев. Оскар Лутц, весна, божечки. То есть, все-таки какой-то прогресс идет. Вот, видишь, какая красивая картина масло. Ну и теперь, так сказать, Паунч Лайн, это туалет. Тут нечто новое появилось. Видите, вот это вот закрашенное, это я закрасил, потому что... Ну вот это уже, это уже после меня. Видите, написано, козлы, свиньи. Я здесь написал, что на пол не ссать, поймай и убью. Меня, соответственно, вот. А тут даже, смотри, это даже читается. Знаете, на пол не ссать. И вот здесь было написано, поймаю и убью. Значит, один из соседушков на кухне, значит, говорит, зачем ты испортил наш туалет? Я говорю, в смысле я испортил наш туалет? Ну, говорит, ты вот как бы, к нам в гости ходят, тут такие поганые надписи. Говорят, а то, что тут нас на, тебя как бы не смущает? И в итоге, этот туалет мужской, в этой коммунальной квартире был один-единственный человек. Это я. Опять-таки, я вам говорю, это не потому, что я такой хороший и правильный. Я говорю про то, что всем остальным было на сайте в буквальном смысле слова. То есть, тут можно было прийти и ступить в лужу мочи. Вот он, замечательный, прекрасный коммунальный быт. И люди, которые здесь жили, они не воспринимали слова. Просто не воспринимали. Это я уже говорил неоднократно, что я все время сталкиваешься с концептуальной проблемой. Либо бить их бесполезно, потому что женский туалет, кстати, поприличнее. Ну, так, ненамного. Бить их бесполезно, потому что, ну, они как дети малые. Разговаривать с ними бесполезно. Поэтому остается только одно. Терпеть это. И вот, собственно, я это и терпел. Пока. Наскальная живопись. Пока вот это все не случилось. Ну, и как бы финалочки. Это я постоянно эту историю рассказываю. Мы пошли в поход. Слушайте, ребята, вы не поверёте, это же, это, это мое, группа ZZ. Это мои диски. Тури Амос. Никому ни нафиг не нужны. Министри, кстати, да. Я их даже заберу, на самом деле. Что тут еще есть? А вот это, вот, кстати, из журнала Танк. Выходил в Англии такой журнал, не знаю, жив ли он сейчас. Я там даже один раз умудрился напечататься. И это было приложение. То есть, было время, когда журналы выходили с дисками. Сейчас они, конечно, нафиг никому не нужны. Вот еще журнал Танк. О, там кто-то зашевелился. Что у нас тут еще есть? В общем, масса всего интересного. Вот это я, пожалуй, возьму. Барокко Трио. Медицинская клопедия нафиг не нужна мне. Запрещенные барабанщики. Это я у них на концерте купил. Сходил в Москве. Но это мне не надо, на самом деле. Это пусть кто-нибудь другой слушает. Ну да. В общем, вот это мы, пожалуй, заберем. И, в общем-то, Мишенька. замечательная, Мишенька, которого то там челюсть ему снесут, то его, значит, под ребрышко ткнули ножом, попали в ребро. Я прихожу, он говорит, что-то у меня кровушка идет. Ну, отвез его в больницу. А у меня как раз приятель, с которым в клубе познакомился, погиб. В Болгарии пошел спасать девушку. Я забираю Мишу, а Миша, вот как раз он все, что он натырил там с заводов своих, да, и прочее. Не платит вообще, в принципе, за... Вот, кстати, тоже интересная история. Видите, какой здесь чудеса чудесные. Кто там ходит-то у нас? Да, это старый абориген, не будем. Он меня такое пиздрение, что ты его свою жопу моими книжками вытирал. Я говорю, Мишенька, вот смотри, вот как бы хорошие люди погибают, а ты, говорит, но в проруби. я даже перо не беру, да, то есть вот ткнули туда, попали, напротив буквально они там тасовались, ткнули, попали в ребро. Как так, понимаешь, получается? Почему? Неизвестно. Пошли отсюда. Обратно. Здравствуйте, чайник не забудьте. А нет, это... Ой, да вы что-то похудели. Ёлки-палки. Был такой толстенький, стал такой тоненький. А изначально, изначально, вообще-то, это был один коридор. То есть вот эти все истории, они новодельные, да, то есть один коридор, вот эта общая обчага. Вот, посмотрите, с чего у нас сделано. Дом вроде каменный-каменный, а на самом деле нифига не каменный, не каменный. Ну вот, друзья мои, вы насладились сегодня совершенно разнообразной информацией, оказалось даже больше, чем нужно. Я вот некоторые диски свои забрал. Соответственно, что хочу сказать. Книжка сейчас, моя путеводитель, пока не продается на сайте, я буду допечатывать тираж, допродаю ее только на экскурсиях. Более того, когда я буду допечатывать, я там кое-что поменяю. Там были нюансы, которые меня не устроили, но я был подневольным человеком из-за того, что мне был спонсор на это дело. Значит, вторая часть Мерлезонского балета заключается в том, что экскурсии идут полным ходом, но я уеду в Крым в первой половине сентября, и я уеду еще в Нижний Новгород. Соответственно, в Москве будет в конце сентября экскурсии, в Нижнем Новгороде будет в конце августа. Ну а в Петербурге вот они как будто влезать, вот это среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, то вот они будут влезать. Поэтому имейте в виду, как обычно, вся информация есть у меня на сайте, в группе ВКонтакте, в Инстаграме и так далее. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, приходите на экскурсии. С вами был гид Павел Перес. Увидимся. Пока.